Вопрос легализации казино стал одним из самых обсуждаемых тем в обществе. Этот вопрос вызвал горячие споры и в стенах парламента. На минувшей неделе в заседании Джигур Кукинеша приняли участие представители госорганов во главе с председателем Кабмина Аклбеком Джапаровым. Парламентарии поинтересовались, нет ли других методов развития экономики. Сегодня у нас много требований, которые направлены на то, чтобы поднять нашу экономику. Но кроме казино у нас нет других вариантов. У нас есть только одно преимущество перед соседними странами – это туризм. Следует отметить, что эта сфера должна также включать в себя игорные заведения, такие как казино. Мы развили туризм для образования и здоровья. Среди стран ЕАЭС есть казино в Беларуси, России, Казахстане и Армении. К примеру, от игорных заведений Грузия получает более 2 миллиардов долларов в год. В 2020 году этот показатель упал до 70 миллионов долларов. В Филиппинам игорный бизнес приносит 25 миллиардов долларов в год. Как сообщил глава Кабмина, в странах дальнего зарубежья игорный бизнес, в частности казино, является одним из основных источников выполнения госбюджета. В Филиппинам игорный бизнес приносит 25 миллиардов долларов в год. В стране было создано порядка 100 тысяч рабочих мест. В Лас-Вегасе от деятельности казино в госбюджет поступает 23 миллиарда. Рабочими местами обеспечено 160 тысяч человек и годовая зарплата составляет 47 тысяч долларов. В Макао доходы игорных заведений составляют 38 миллиардов долларов в год. 20-30% граждан этой страны трудятся в этой сфере. В бюджет поступает более 12 миллиардов долларов. Таким образом, 80% доходов госказны поступает от деятельности казино. В госказны Мальта от игорного бизнеса поступает 1 миллиард 2 миллиона долларов в год. 10 тысяч человек обеспечены рабочими местами. В Монако в игорной сфере трудится порядка полутора тысяч граждан. В год в бюджет поступает 210 миллионов евро. Инициаторы законопроекта и отдельные парламентарии особо акцентируют внимание на том, что гражданам Кыргызстана запрещено играть в подобных заведениях. Здесь игорный бизнес лишь создает рабочие места. В качестве посетителей в казино могут допускаться только иностранные граждане. Получается, это рабочие места, это пенсии, заплаты. И, честно говоря, не вижу каких-то особых предпосылок для того, чтобы не принимать этот закон. Казино работает в многих странах мира. Особенно это выгодно там, где есть богатые туристы. У нас, к счастью, есть такой потенциал для привлечения туристов из Юго-Восточной Азии, сейчас из России, были договоренности из Арабских Эмиратов. То есть мы можем стать таким небольшим, но региональным хабом, особенно если будем использовать еще наши рекреационные возможности, Сыкуль, Горы, Стой, там красивое казино. Это большой плюс. Как отмечают в Кабмине, в лицензионном соглашении намерены прописать следующие моменты. Если в казино будет выявлен гражданин Кыргызстана, который пришел в игорное заведение в качестве посетителя, то владелец казино лишится лицензии, оборудования и денег. Ни один гражданин Кыргызстана не будет играть в казино, в противном случае игорное заведение лишится лицензии. Здесь контроль будем вести не мы, а сами владельцы игорных заведений. Мы планируем прописать в лицензионном соглашении следующий момент. Если в казино мы выявим граждан Кыргызстана, то мы лишим заведения и лицензии, и оборудования, и денег. По данным правоохранительных органов, ежегодно выявляют несколько игорных заведений, работающих подпольно. Это значит, что бизнес работает в тени. В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов проводится работа по выявлению и пресечению нелегальной деятельности игорных заведений. Так, за прошлый год по республике было возбуждено 35 уголовных дел по незаконной организации азартных игр. И также, знаете, у нас через интернет есть разные игры, которые вредят даже детям. Например, до этого был «Белый кит», например. Примерно таких вот интернет-игр азартных, повреждающих психику, здоровье людей. И сотрудниками органов внутренних дел даже в школах проводятся разъяснительные работы. За прошлый год, за 2021 год, по республике было возбуждено 35 уголовных дел по азартным играм, по организации азартных игр. В стенах парламента также затронули вопрос закрытия онлайн-казино, как отметил глава ГКНБ. Камчебик Ташиев, сегодня немало граждан, которые играют в онлайн-казино. С легализацией казино, деятельность таких заведений, вышли бы из стене, что позволило бы вести определенный контроль. Предпринимаются усилия по запрету онлайн-казино, но, несмотря на это, сегодня наши граждане играют. Их серверы доступны в Казахстане и других странах. В случае принятия этого закона, получить лицензию можно будет только от нашего государства и работать только под надзором. Закон гарантирует, что гражданцы не будут играть в казино. Для них создаются только рабочие места. Мы должны отложить в стороны политические игры и подумать о развитии нашей экономики. В настоящее время в стране началась реализация крупных экономических проектов, таких как строительство дорог, крупных ГЭС и других энергообъектов. И здесь легализация игорного бизнеса может стать дополнительным источником дохода, благодаря чему появится возможность финансировать такие значимые проекты. Основываясь, конечно, на исторических данных, примерно по итогам первого года осуществления игорных деятельностей в Кыргызской республике предполагается, что в государственный бюджет поступят средства чисто от игорной деятельности порядка трех миллиардов. И на третий год этот показатель должен дойти до более чем пяти миллиардов сумм. На первоначальном этапе в казино только за один игровой стол предлагается взимать налог от 750 тысяч суммов. С каждым годом эта сумма будет увеличиваться. Также предусмотрены налоговые ставки для залов, игровых автоматов и букмекерских контор. С точки зрения экономики, это приток капитала, это инвестиции, потому что будут строиться казино, это будут строиться обязательно гостиницы, это будут создаст мультипликативные эффекты для нашего Исоколя. Это в части туризма будут зарубежные граждане больше приезжать к нам сюда. Это своего рода мультипликативный эффект. Это и ресторанный бизнес, это и отдых, это и инфраструктура, это транспорт и так далее. Это очень большое такое развитие. Законопроект был рассмотрен и одобрен в трех чтениях. По прогнозам экспертов, только от одного заведения госказна может получить как минимум 7,5 миллиона суммов. Как сообщает в Кабмине, с легализацией казино только за текущий год госбюджет может пополниться на 1-2 миллиарда суммов. С первых дней независимости, в 90-е годы, даже в конце 90-х, в начале 2000-х годов, постоянно ведется разговор о том, чтобы легализовать деятельность казино. Это направление, это сфера деятельности, вообще мировой практики считается более доходным. В условиях, когда все-таки такая, наверное, деятельность в теневом секторе нашей экономики ведется, наверное, поэтому строители госорганов, законодательных органов, они, наверное, знают, информированы, в каком объеме деньги могут прийти в нашу республику и поэтому, наверное, поддерживают. Ранее сообщалось, что в 2001 году игорные заведения принесли прибыли более чем на 600 миллионов суммов. В этот раз ожидается, что прибыль превысит эту сумму в 4 раза. Планируется, что казино будут открыты при гостиницах, в которых расположено от 20 номеров и ресторанах на 100 посадочных мест.